Центру материнства и детства исполнилось два года. Около четырех тысяч малышей появились здесь на свет за это время. Мальчиков чуть больше, чем девочек. У нас очень хорошее отделение реанимации новорожденных. За два года через него прошло 260 детей. Из них 9 это были дети глубоко недоношенные, с экстремальной массой тела, меньше килограмма. Я хотел бы похвастаться, что летальность у нас в отделении реанимации нулевая за это время. То есть нам удалось выходить всех детей, которые у нас здесь родились. Роддом рассчитан на большее количество родов, чем принимает сегодня. Потому и в социальных сетях стараются специалисты рассказывать об условиях, созданных для мам и малышей, и на экскурсии приглашают. По средам и субботам проходят Дни открытых дверей, где желающие могут не только осмотреть роддом, но и получить ответы на все вопросы. Много очень вопросов по партнерским родам. Это роды с мужем или роды с ближайшими родственниками. У нас это совершенно бесплатно, по желанию, при выполнении определенных условий. Это обследование необходимое. В общем-то, это всем известно, мы всегда об этом говорим. Рядом с родильным отделением разместили гинекологическое и патологии беременностей. За два года здесь получили помощь 16 тысяч пациентов. Я обслуживаю персонал, девочки очень хорошие, добрые, доброжелательные. Поэтому не могу ничего сказать плохого, только хорошие у меня отзывы. То есть третье вы собираетесь рожать здесь же? Конечно. Даже ничего не собираюсь менять. Женская консультация тоже расположена в здании центра материнства и детства. О ее перемещении из центра города было много споров. И разговоров о том, что беременным не очень ловко приезжать в Мишутино, часто, чтобы сдать анализы. Но ситуация несколько изменилась к лучшему с открытием новой развязки. Особенно, когда перекинули мост через переезд, перестали стоять женщины. И сами мы сотрудники в пробке на переезде, когда шел поезд, быстро добираются. Пустили дополнительный транспорт. И в принципе, когда даже после вечернего приема и пациенты уезжают, маршрутки ходят регулярно. Есть неоспоримые преимущества в расположении на одной территории женской консультации, гинекологического отделения, отделения патологии беременности и роддома. Если женщина обратилась экстренно, мы оказали помощь на этапе женской консультации, посмотрели, сделали ей УЗИ. Если что, мы ее тут же проводили в отделение в зависимости от профиля. Либо гинекологическое, либо акушерское отделение, ей не надо никуда ехать, мы ее тут же проводили. Есть возможность оперативно собрать консилиум из врачей разных отделений, если случай требует быстрого и нестандартного решения. Вот лежала в патологии беременности, на сохранении перед родами, в послеродовом отделении, вполне достойные условия. Нет, вот искренне, честно, без преувеличений. Второй раз вернулись бы в роддом? Я бы вернулась уже четвертой. Поэтому будем стараться, еще придем. У Марии три дочки, так что про четвертого она говорит неспроста. И кто знает, быть может к пятилетию Центра материнства и детства будем снимать ее в родильном отделении. Оксана Мирошникова, Антон Каврижных, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова